Всем холло народ, с вами снова я Молтор, и сегодня я впервые поиграю в наиту, сделаю свои первые 50 забегов. Чтобы не возникло вопросов, вот наша с Аластером переписка. Вы уже спешите поставить лайк, ну а я начинаю. Что ж, условия формата таковы. Есть рогалик, в который я не играл никогда. К слову, до этого у меня в принципе не было опыта в рогаликах, поэтому сегодня вы увидите много затупных и не только моментов. Ну и в общем, нужно сделать кучу забегов, чтобы сравнить, насколько далеко продвинется мой скилл. Ну и я решил, почему же не попробовать это самому, и не начать в принципе играть в рогалики на канале. Так что если хочешь почаще видеть такие ролики, просто поставь лайк и подпишись. Ну и вот в целом мой первый забег. Пока я болтал, я плавно перевел нас уже на третью локацию и вследствие умер от гнева богов. Как оказалось, по дальнейшим забегам это мне так просто, крупно в кавычках, повезло. Достаточно неплохой результат для начала, и это радует. Второй забег я решил поизучать поверхность. Не найдя ничего интересного, а точнее я нашел, но не понял, как попасть туда. Я пошел в пещеры. Я нашел какой-то камушек и тут же его бросил. Оказалось, что камушек непростой, электрический, и меня, так сказать, зарядило позитивом. Третий забег, и я нашел что-то новое, а именно жезл, но нормально воспользоваться не успел и траванулся ядом. А вот следующий забег оказался более продуктивным. Кроме первой локации я оказался в угольных карьерах, снежных глубинах, базе Хейси, подземных джунглях и в конце концов растворился в кислоте убежища. На пятом забеге я понял, что можно как угодно перекладывать заклинания и делать самые странные комбинации. Ну и еще я слился на третьей локации. И в общем с шестой по девятой забеге не происходило чего-то необычного, поэтому я могу именно сейчас рассказать, что я думаю об этой игре. А игра-то понравилась. Это первый рогалик, который по-настоящему мне понравился и не мудрено. Но пиксельная атмосферная игра вызвала ощущение загадочности и недосказанности, и мне было очень интересно у нее играть и изучать ее мир. И на последующих забегах вы как раз увидите, что мне удалось найти. Ведь уже в десятом забеге я нашел огромное озеро лавы, и при помощи бутылька с водой решил пересечь этот плавовый океан. И по итогу я пришел в какую-то лабораторию, точнее комнату с шаром. Из этого шара я получил какие-то заклинания, а когда попытался вернуться, меня встретила какая-то огромная медуза. И после непредложительной попытки дать ей отпор, воздухоплавающая дала мне леща. В следующем забеге я разворотил нахрен добрую часть Святой Горы и выяснил, что повреждение этого места также вызывает этого чудика, с которым я в принципе не знаю, что делать. Дальше же я попытался залезть на выступ слева от поверхности, и все получилось. Я забрал какое-то яйцо, но ко мне почему-то прилетели какие-то ядовитые глазастики. К слову, потом уже никого не было, а из яйца вылупляется какой-то глист. Я, конечно, не смогу сейчас передать те эмоции, которые я испытал, когда это произошло, но поверьте, это было очень обидно. Давайте договоримся, что некоторые неинтересные забеги я буду просто пропускать. На шестнадцатом я решил из интереса пойти направо от портала, на первой локации, и наткнулся на обрушенные шахты. Но, конечно же, благополучно был залит отвратной жижей. И в этом забеге я тоже нашел обрушенные шахты, но из-за того же чучела решил не рисковать и не идти дальше. Не знаю, был ли это правильный выбор, ведь теперь я просто неинтересно взорвался в угольном карьере. А вот теперь я решил не идти в лабораторию, а проверить, что будет внизу мостика, и, в общем-то, там обыкновенные снежные глубины. На двадцатом я, в конце концов, смог преодолеть пещеру справа, пустыня и огромная, мать его, пирамида. С одним ХП мне там явно делать было нечего. Наверху же пирамиды находится шар, а внутри просто сущий кошмар. Вот мне удалось спуститься еще глубже, даже оказаться в песчаной пещере. Но для меня это пока что слишком сложно. Тридцать первый забег был очень хорош, мне снова удалось пройти до убежища. Но эта кислотная бочка разложила меня на атомы, как и надежда увидеть седьмую локацию. А вот я и снова в пустыне, и, как оказалось, слева находится огроменная стена, а над ней какой-то огромный монумент. Ну и после я попробовал спуститься в песчаную пещеру, но ничего не вышло. Концовка забегов получилась не особо интересной. Я уже был уставшим, но последние десять забегов я немного все же прокомментирую. На базе Хейси чертовски много неприятных структур и мобов. Тут произошел какой-то троллинг. Здесь меня погубило любопытство. Этот забег мог бы завершиться удачно, если бы я не занялся приколами. А что будет, если я пойду обратно? Еще один катастрофически удачный забег, но снова концовка в убежище. Вообще неинтересно. Два сердца почти в одном месте. Лол. Ну, тоже такое. Стоп, что? Это последний забег? Так, походу, я обсчитался, и мне сейчас придется сделать еще один. И этот момент я заметил только сейчас, пока писал сценарий. Итак, по 50-ому забегу. О, повезло, повезло. Так. О, повезло, повезло. О, повезло. Пойду. Ну, в общем-то, что греха таить. Ролик подошел к концу, и я не знаю, как вам, но мне эта игра очень вкатила. Так что, если хотите продолжение, то просто смотрите, ставьте лайки, пишите комментарии и так далее. Как только я пойму, что вам действительно это интересно, продолжение не заставит себя долго ждать. Ну, а с вами был Молтор. Всем удачи и адьос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова